В Покровской церкви Черкесска отметили престольный праздник и 180-летие самого храма. Жители и гости Черкесска по традиции прошли целыми династиями, чтобы принять участие в богослужении. За мероприятием наблюдал корреспондент Артур Мхце. Покров Пресвятой Богородицы – один из наиболее почитаемых в православии праздников, а для Покровской церкви Черкесска и прихожан вдвойне значимый. В нынешнем году престольный праздник они отмечали вместе с юбилеем самого храма, который был построен 180 лет назад. Считается, что молитва икони Покрова Пресвятой Богородицы помогает верующим осознать, что они не одиноки, а находятся под абсолютной защитой от бед, болезней и многого другого. По традиции прихожане посетили богослужения целыми династиями. Прошло много лет, а был период, когда были гонения на казачество. Боялись даже произносить слово «казак». Но мы сохранили. Мы сохранили традиции казачества. Я вижу, передаются из поколения в поколение. Да, из поколения справа. Это сын у меня Анатолий. Слева внук. Это брат. Это племянник двоюродный. Вся семья здесь в сборе казаков. Прихожане приняли участие в праздничном богослужении и крестном ходе вокруг церкви. После чего про Таирей Александр Нардов рассказал о непростой судьбе самого храма. Долгое время собирали на него средства. Долго его хотели, желали, собирали, строили и до сих пор хранят. Когда-то он был на грани разорения. Когда взорвали Никольский собор города Черкеска. Собирались уничтожить и Покровскую церковь. Однако, во многом благодаря самим прихожанам, церковь удалось сохранить, перенеся ее на нынешнее место. По словам настоятеля, для многих это не просто религиозное сооружение. Скорее, свой второй дом, где люди могут чувствовать себя защищенными от многих бед. В этот день были поздравления от властей Карачаево-Черкесии и региональной столицы, а также от представителей казачества. К слову, кубанское казачье войско отметило очередную 327-ю годовщину своего образования. В память о жертвах репрессий потомки погибших казаков возложили цветы к мемориальному сражению на территории Покровской церкви. Артур Махце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.